Мои tools подогнали мне свой изометрический скрипт Magic Isometry Lite для обзора. Скачать можно по ссылке в описании. Установка стандартная, как и все скрипты. В архиве есть руководство пользователя, где все четко описано, как, что, куда ставить. Никаких вопросов не возникает. Вот есть у меня такая фигура. Первая главная настройка это угол поворота изометрической проекции. Он может быть любым, каким вам надо. В стандартном случае нужно ставить 30 градусов. Это стандартная изометрия. Есть у меня вот такие три фигуры. Это кнопочка левая проекция, вот эта кнопочка правая проекция, вот эта кнопочка вверх, верхняя проекция. Вот эта кнопка симметрии. То есть, допустим, у вас есть такая фигура. Вот эту кнопочку нажимаете и у вас сразу симметрично левая и правая проекции создаются. Mount это соединить. Допустим, две проекции вы выделяете и нажимаете Mount. Они, соответственно, соединяются. Рассмотрим вот эту кнопочку Reverse. Это обратная функция. То есть, допустим, лево выбираем, нажимаем лево. Она восстанавливается в прежний вид. Право и вверх. Галочку снимем. И теперь, собственно, магия этого скрипта. Make All. Вот эта кнопочка. Что она делает? Мы выбираем последовательно левую проекцию, правую и верхнюю. С Shift нажимаем кнопочку и он автоматически нам собирает. Далее, вот эти кнопочки это перемещение вдоль оси изометрии. Соответственно, это двигает вправо-вверх. Это влево-вниз. Ну и понятно, куда двигают вот эти кнопочки. Вот это вот число, это число пикселей, на которые двигают вот эти стрелки. То есть, если я, допустим, поставлю здесь 50, то мы увидим, что двигается он на 50. Еще одна настройка это вот этот нолик. Это коэффициент уменьшения ширины можно поставить, допустим. Ну, стандартная вот у меня фигура. Стандартная нажимаю левая. Получилось так. Если я поставлю здесь, допустим, 20 и нажму, то у меня на 20 процентов сокращается как бы ширина этой проекции. Это сброс всех настроек первоначальных. Теперь я сделаю вот подобный домик в качестве примера. Настраиваю здесь угол 30 градусов и рисую боковые верхние проекции. Начинаем с фундамента, то есть вид слева. Это будет вид справа, но сделаем его поменьше и вид сверху. Он у нас шириной как вид слева, ну и соответственно с этой стороны у него будет размер как у вида справа. Это будет фундамент. Далее рисуем боковые стены. Левую стену. И правую. Здесь ставим точку. Делаем острие по центру. Далее рисуем окна. Делаем дверь. Забыл чердак. Теперь ступеньки. Так, сделаем крышу. Я сделаю это с помощью отступа. Далее вот эти точечки я подтяну к углам. Здесь добавляю точку. По центру. И немного увеличиваю. Осталась труба. Теперь сгруппирую все, что надо. То есть боковая стена левая сгруппировал и боковая стена правая сгруппировал. Верх трубы сгруппирован. Все, теперь можно собирать домик. Сначала собираю фундамент. Этот фундамент нужно вот так повернуть вверх. Выделяем последовательно левая, правая, верхняя и нажимаем «Майкал». Фундамент готов. Так, еще один момент. Выделим все и у линии сделаем закругленные края, чтобы ничего не торчало. Далее собираем стены, делаем лево, делаем право и монтируем вместе. И монтируем, ставим на место. Теперь делаем крышу, левая проекция, подгоняем по углу, помещаем наверх. И далее нам нужно сделать плоскости для крыши. Для этого я выделю вот эту крышу, скопирую ее сюда же, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V и подвигаю копию. Поставлю здесь пиксели, допустим, 50. Если далеко ушло, можно поставить 5 и немножко назад. Примерно подогнали. Далее я скопирую эту часть еще раз. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, вставил ее на место, вот она сверху. И теперь за точки ее подтяну вот так. Здесь еще раз скопирую вот эту часть, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Выделю с Shift вот эти две крайние точки и закрою здесь. Чтоб ничего не торчало, опять же я сделаю закругленные края. Так, осталась лестница и труба. Делаем левую. Так, эту я поверну на 90, делаем вверх. Делаем правую. Попробуем смонтировать. И здесь подгоняем. Так, эту копирую сюда. Эту копирую верхнюю еще раз сюда. И здесь вот эти точки с Shift выделил и закрываю вот так. Попробуем поставить на место. Здесь беру опять у верхней проекции две точки и тащу их на место сюда. Труба все просто. Выделяем лево, право, вверх и нажимаем Magic. Выставляем трубу на место, на передний план. И вот этот узел немножечко опускаем. Пользуйтесь Magic Azimetry Lite. Ссылка в описании.